Обстрелы Жабуньки, Зайцево, Железная Балка, Лозовое, Старомихайловка, Горловка, Спартак и район аэропорта города Донецка. Всего по территории республики было выпущено более 125 мин, сделано более 10 выстрелов из танка и более 30 выстрелов из БТРов. Впервые за 10 дней противник применил крупнокалиберную артиллерию, обстреляв из 152-мм орудий коминтерного. Поэтому же в населенном пункте Вооруженные силы Украины применили 54 мины калибром 82 и 120 мм. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет. Потери среди мирного населения за прошедшие сутки составило 2 человека. Обращаю внимание, что до захвата украинскими силовиками населенных пунктов Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахматовка, Жованка, находящиеся в буферной зоне, обстрелы населенных пунктов Коминтерного, Саханка, Зайцево, Октябрь не проводились, так как противник физически не мог из-за большой дистанции применять минометы. После грубого нарушения минских доваренностей и захвата этих населенных пунктов в буферной зоне у противника появилась возможность наносить и минометные артиллерийские удары. В частности, по Коминтерному обстрел ввелся также из населенного пункта Гнутова с позиции 56-й отдельной мотопехотной бригады под командованием очередного ставленника хунты Андрея Мельника. Важно заметить, что вчера при попытке представить эмиссию ОБСЕ, проехать в район населенного пункта Коминтерного и зафиксировать в результате обстрела вооруженных сил Украины, украинская страна отказалась пропускать международных наблюдателей, сославшись на небезопасную обстановку в данном районе. При этом свою вину заблокирование доступа Коминтерного попыталась переложить на ДНР. Хочу еще от себя добавить, что сегодня была очередная попытка заезда в данный район. Украинская сторона разрешила это сделать, она объявила, что полностью будет безопасно. Мы проехали в этот район с миссией ОБСЕ, был также представитель СКК с российской стороны. В результате их работы, когда они только начали работать и исследовать кратеры от разрывов, в нашу сторону был открыт огонь и стрелковое оружие, предполагаемые снайперские винтовки и пулемет. В результате чего? К счастью, никто не пострадал, все живы, целы. Но миссия ОБСЕ, совместная с СКК, они прекратили свое обследование данной территории, и мы были вынуждены оттуда ехать. Буквально через 30-40 минут после этого в данном районе были слышны разрывы минометов. Миссия ОБСЕ данный факт зафиксировала. Складывается впечатление, что украинские силы ОКИ активно противодействуют деятельности международной мониторинговой миссии и саботируют любые ее инициативы. Об этом говорит и тот факт, что представители миссии ОБСЕ до сих пор не получили доступ к этим населенным пунктам, захваченные вооруженные силы Украины в буферной зоне. Таким образом, своими действиями Украина продолжает эскалацию напряженности вдоль линии соприкосновения, используя различного рода провокаций для обвинения в них ДНР. По этому поводу, я не знаю, это сарказм или что, после этого инцидента, который произошел в районе населенного пункта Коминтерного, украинские СМИ выложили, что мы, представители ДНР, вооруженных силы в том числе, заманили в ловушку миссию ОБСЕ, перешли на позиции, на которых на данный момент находится националистический батальон «Айдар», это населенный пункт Водино. От того места это около 500-600 метров. Кстати, данный населенный пункт тоже в буферной зоне, и его занимать Украина не имела права. И оттуда произвели обстрел провокационный, сам по себе и стрелял, и по миссию ОБСЕ. При обстрелах украинскими войсками территории и республики наши подразделения проявляют сдержанность и не реагируют на провокации. Соблюдаем минские договоренности. Мы в режиме реального времени оцениваем степени всех угроз, и в случае обострения обстановки готовить дать противнику решительный отбор. В дополнение, хочу еще добавить, что вчера после обстрела в Никитовском районе без 5-3 дня было попадание в дом, была повреждена кровля дома по улице Героической. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова